Сегодня у нас приготовление стейков из мраморной говядины. Для того чтобы приготовить лучший стейк из мраморной говядины нужно сначала вскрыть вакуумную упаковку, берем немножко посолим его одну сторону, второй кусочек посолили, приправа для перочного стейка, посыпали, переворачиваем, посолили немножко перчиком, сдобрим его нашим перочным, а теперь возьмем масло оливковое и немножко его по верху польем, потом перевернули и полили эту сторону и теперь кладем на барбекюшницу. Для того чтобы приготовить самый лучший стейк нужно иметь этот стейк, а все остальное как говорится большого ума не надо. Как раз у нас огонь угли уже побелели и можно ставить стейк, для того что если большие угли стейк будет гореть и мясо будет пригорать, а так оно у нас имеет температуру где-то 300 градусов и так он огонь не успели поставить уже, оно начинает капать и поддерживать температуру, так что вот это самая оптимальная температура, когда у нас угли покрылись такой беленой, вот это самая оптимальная температура, при такой температуре обычно металл отпускается, когда производишь отпуск, после закалки отпуск металла, металл ложится и при такой температуре он отпускается один час. Каждые две минуты переворачиваем, для того чтобы у нас ни в коем случае не подгорало, ни в коем случае, потому что если будет подгорать, это уже будет неправильная прожарка. Каждые две-три минуты переворачиваю, переворачиваю. Сейчас приготовляем стейки из свинины, приготовленной полностью готовый продукт, замаринованный с прожилками, 3-4 прожилки, чередующее мясо, сало, мясо, сало. Очень советую, очень хорошая вещь. Все, ставим на мангал. Ну, жарить, как только захочется кушать, так будет и готово. Так, производим нарезку овощей к нашим стейкам. Делается одним движением, вот смотрите, одно движение, не надо ничего, просто опускаешь нож и все, и готово. Одно движение, без усилий, без всяких протяжек, без ничего. Берем авокадо, сейчас, и проворачиваем его немножко, вот, проворачиваем, проворачиваем, проворачиваем. Все, стейк прожарился, больше не надо, потому что, если держать больше, он будет сухой и невкусный. Все готово, с двух сторон. Средней степени прожарки. Все, выкладываем наше мраморное мясо. Горячее. Рукой не взять. Вилочкой. Немножко добавим розмаринчика. Совсем немножко, совсем немножко, чуть-чуть, чуть-чуть. Сверху польем лимончиком его. Вот так вот у нас получаются такие сочные кусочки, получается по 2-3 миллиметра толщиной. Пробуем нашу мраморную говядину. Да, вкус, вкус ни с чем не сравнить. Это, это не шашлык, вам ребята, это настоящее мясо, которое, просто чувствуешь, что ты кушаешь мясо. Ну, не жареный шашлык из курицы. Ребята, вы знаете, что ты кушаешь мясо. Ребята, piercingairy человека. И... ... ...